В начале января, прямо в разгар новогодних праздников, в СМИ появились сообщения о необычной ледяной конструкции в окрестностях Приморского озера Ханка. Причиной возникновения 20-метровой стены стал аномально холодный арктический ветер, который и согнал ледовый стройматериал к восточному берегу водоема. Спустя три недели те самые аномальные холодные потоки воздуха вернулись в край, да так, что Приморское управление МЧС заранее рассылает гражданам СМС-оповещения, в которых сообщается об опасном периоде взбунтовавшейся погоды с 22 по 26 января. В прибрежных районах края до минус 35 градусов, в центральных и западных районах до минус 43 градусов. Отклонение от климатической среднесуточной нормы составит более 7 градусов. В связи с чем прогнозируется затруднения в работе автотранспорта, аварии на линиях электропередач и линиях связи, нарушения в работе системы ЖКХ, резкое увеличение вспышек заболеваемости. Стоит отметить, что синоптики, называя грядущую климатическую неделю аномальной в контексте погоды, не имеют в виду чего-то из ряда вон, что обычно возникает в коллективно-бессознательном простых жителей приморской столицы. Дело в том, что ожидаются в Приморье не какие-то экстремальные значения температур, которые у нас редко отмечаются, а ожидается из-за того, что будет поступать холодный арктический воздух нам сюда в Приморье, ожидается период аномально холодной погоды, когда среднесуточные температуры будут несколько дней ниже нормы на 7 и более градусов. Что касается Владивостока, сегодня, как утверждает в Приморском гидрометцентре, было еще не очень холодно. Всего лишь минус 17. Но уже к середине недели столбики термометров опустятся до 26 градусов мороза. Соответственно, поэтому и было, ну на примере Владивостока, да, скажем так, было объявлено штормовое предупреждение на период аномально холодной погоды в крае. Также еще, наверное, стоит отметить, что, ну вот при таких низких температурах и также с учетом свежего северного ветра и высокой влажности в городе, все это будет ощущаться еще, ну на порядка, так скажем, на 10-15 градусов холоднее. К слову, несмотря на резонные опасения синоптиков, школы и детские сады во Владивостоке на период холодов продолжат работать в штатном режиме. При этом, напоминает в мэрии города, решение о посещении детьми учебных заведений все равно остается за родителями, исходя из состояния здоровья ребенка и удаленности школы или детсада. Специалисты подчеркивают, что если родители посчитают нужным оставить ребенка дома, это не потребует документальных подтверждений и письменных объяснений. Прогулом такой пропуск в течение аномально холодной недели считаться не будет. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.